Российский журналист, главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов сегодня подал заявление в Следственный комитет на угрозу со стороны спикера чеченского парламента Магомеда Даудова. На выходных Даудов, один из ближайших соратников Рамзана Кадырова, также известный как Лорд, это его позывной, опубликовал в Инстаграме пост, в котором пригрозил псу-шведу, это цитата, вырвать пару клыков мудрости. Пресс-секретарь Кадырова Альвий Каримов заявил, что никаких угроз в тексте Даудова нет, он же пишет о собаке-шведе, а вовсе не о журналисте-шведове. Тем не менее, члены Совета по правам человека при президенте уже пообещали обсудить выпад спикера чеченского парламента на ближайшей встрече с Владимиром Путиным. Мы решили вспомнить, как и кому угрожали руководители Чечни и что им за это было. Федя, хорошо запомни наш телефонный разговор. Кидая трубку, у тебя не хватило духа нормально поговорить, как мужчина. Это показатель твоей трусости. Кем бы ни был человек, ему придется отвечать за каждое слово, сказанное в адрес моих дорогих племянников. Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции. Кто не понял, тот поймет. Это изменники и предатели Родины, которые решили вновь бросить нашу страну в кровавую пучину межнациональной и межконфессиональной розни. Когда-то стойкий диссидент, а теперь просто пожирательница американских грантов. Путин добрый человек. Зря он отпустил этого шайтана Ходорковского. Вот такие они, эти люди. Без чести и без совести. Ради его матери Путин отпустил Ходорковского. И теперь он сидит в Европе и хочет через Чеченскую республику влезть в политику России. Такого не должно быть. Я солдат. И я готов взять всю ответственность, чтобы таких шайтанов не было у нас. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов на связи со студией «Настоящего времени». Добрый вечер, Григорий, спасибо, что вышли на связь. Сегодня власти Чечни, а точнее пресс-секретарь Кадырова Альвий Каримов прокомментировал запись Даудова в Инстаграме и сказал, что, по его мнению, угроз в ваш адрес там не содержится. Впрочем, не уточнил, а в чей адрес, собственно, угроза тогда содержится в той записи, где некому псу-шведу обещано было укоротить язык. Вы вообще как расцениваете эту запись? Вы воспринимаете всерьез это как угрозу в свой адрес? Ну, конечно, в России уже были убиты многие критики ситуации в Чечне. И в убийстве их, очевидно, фигурировали выходцы с Кавказа. Это и Борис Немцов, и Анна Политковская, и Наталья Истемирова. Что касается самой записи, действительно, в тексте не упоминается ни моя фамилия, ни мое имя, но в заголовке упоминается «Кавказский узел». Поэтому соотнести между собой сокращенную мою фамилию и заголовок, очевидно, нужно и нужно было пресс-секретарю Кадырову, чтобы понять, о ком идет речь. Послушайте, если глава чеченского парламента может открыто угрожать журналисту, то почему он не пишет его имя, а прибегает к таким иносказаниям? Кого он тогда опасается? Есть какая-то сила, которая все-таки боится, Даудов? Ну, конечно, я полагаю, Даудов рассчитывал, что никакого внимания к этой публикации со стороны других СМИ не будет. И в отличие от предыдущих своих публикаций, в которых он поливал грязью российских правозащитников, здесь и он сравнивал с собаками, различных других персон, здесь все-таки имеет место конкретная угроза насилием. Поэтому это и есть именно тот рубикон, который нельзя было переходить. Дело в том, что именно угроза насилием по российскому законодательству, конкретно по части 3, 144 статьи Уголовного кодекса России, является воспрепятствованием профессиональной журналистской деятельности. И в этом смысле журналисты в России защищены больше, чем общественные деятели. Послушайте, ну вы, наверное, уже были в Следственном комитете, я знаю, что были. Следователь не посмеялся вам в лицо, когда заявление ваше принимал? Ну, во-первых, слава богу, я не обязан ходить в сам Следственный комитет, а подать заявление могут мои доверенные лица, что и было действительно сделано, вы правы, заявление мы подали, смеяться, ну а что тут смешного? Ну, вряд ли они в состоянии каким-то образом привлечь к ответственности Даудовой сейчас. Ну, я не знаю, конечно, какой уровень следователей, которые занимаются вашим делом. Ну, посмотрим. На текущий момент они обязаны произвести проверку, они обязаны опросить меня по этому поводу. Скажите, а Кавказский узел известен в Чечне издание? Насколько оно авторитетно именно в этом регионе? Ну, в Чечне Кавказский узел известен много лет. Такие объективные данные, я могу сказать, хотя, конечно, вопрос лучше задавать не редактору Кавказского узла. Объективные данные таковы, что Кавказский узел довольно часто полощут, поминают в чеченских СМИ, и официальные лица не раз критиковали Кавказский узел за конкретные публикации, и мы такой критике, в принципе, благодарны. Мы перепроверяем информацию, и даже правоохранительные органы Чечни публикуют время от времени информацию о том, что они проверили данные Кавказского узла. Как правило, конечно, они сообщают, что сведения Кавказского узла о, например, невыплате зарплат не подтвердились, но, безусловно, Кавказский узел известен, хотя бы по таким данным мы можем судить. Не говоря уж о статистике нашей посещаемости, которая тоже явно свидетельствует о том, что жители Чечни, как бы запуганы они не были, тем не менее, читают Кавказский узел. Вы ожидаете, что у издания после вот такой пикировки с помощником Рамзана Кадырова возникнут трудности в регионе, для работы в регионе, у корреспондентов и у вас тоже? Ну, главные трудности у нас уже, в принципе, возникли. Журналист Кавказского узла по сфабрикованному делу был осужден, и недавно, только в декабре, Верховный суд, к сожалению, подтвердил решение районного суда. Жалавдий Гириев был оставлен в заключении. Три года он получил по сфабрикованному делу о хранении наркотиков. Что теперь с работой в регионе? У вас там фрилансеры есть? Я понимаю, что вы не можете рассказывать все нюансы работы в Чечне, но, наверное, о каких-то можете рассказать? Ну, конечно, я бы предпочел избежать рассказа о нашей работе в Чечне, но на протяжении всего этого времени, с апреля, как наш журналист был похищен, и после того, как он потом был найден в правоохранительных органах, на протяжении всего этого времени, конечно, мы освещали разные случаи нарушения прав человека в Чечне. При этом мы несем ответственность за свои публикации. Григорий, вот по поводу ответственности у меня просто минута остается. Насколько я понимаю, недовольство Магомеда Даудова вызвало информацию о том, что он впал в немилость у Рамзана Кадырова, статья, которую вы писали несколько раньше. Вы изменили свое мнение относительно той информации, которую публиковали или нет? Нет, мы не знаем, какой вывод вы сделали, не могу его не подтвердить, не опровергнуть, но мы не меняли свое мнение ни по поводу одной из публикаций последнего времени, а когда мы совершаем ошибки, такое тоже бывает, мы делаем об этом дополнение в наших материалах. Спасибо, будем следить за развитием событий и пожелаем удачи творческому коллективу «Кавказского узла». Спасибо большое, Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла».